Вы смотрите новости Верхниками в студии Екатерина Кравцова. Здравствуйте! Коротко о главном. Экологически важные соревнования в Березняках готовятся к чистым играм. Об этом и не только расскажем сегодня в выпуске. Накануне старая часть города страдала от большого отключения воды. Как и обещали в Березняковской водоснабжающей компании, работы выполнили в срок и воду дали. Но Березняки вскоре ждет еще одно отключение и попадет под него полгорода. На этот раз оно связано с плановыми ремонтами Березняковской сетевой компании. Массовое плановое отключение воды связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. Казалось бы, до нового отопительного сезона еще несколько месяцев, но ресурсники не расслабляются. С 18 по 20 мая в городе под высоким давлением будут испытывать тепловые сети. Под отключение горячей воды попадет старая часть города, то есть улица Березняковская, Советский проспект, Ленина, Циренщикова, Карла Маркса, Челюскинцев, Нахимова, Матросова и Тельмана. Пропадет горячее водоснабжение в поселке Нартовка. Наша телекомпания готовит подробный материал о том, зачем нужны такие испытания и сколько километров сетей проведет тепловике. А пока весь перечень домов вы сейчас видите на экране. Его также можно посмотреть в официальной группе Верхниками ТВ ВКонтакте. С сегодняшнего дня улицы жилкомплекса Любимов будет круглосуточно патрулировать экипаж частного охранного предприятия. Вопрос усиления контроля безопасности в микрорайоне обсуждался на встречах руководства Корпорации развития Пермского края с местными жителями и сотрудниками полиции. На встречах актива территориального органа самоуправления Любимов неоднократно поднималась тема безопасности в микрорайоне. От жителей поступали обращения по поводу повреждения имущества, актов вандализма, нарушения общественного порядка. Эти вопросы обсуждались при участии начальника отделения полиции микрорайона, участкового уполномоченного, представителей Корпорации развития Пермского края. По согласованию с сотрудниками правоохранительных органов, в корпорации было принято решение об усилении мер безопасности в жилом комплексе. С 14 мая Любимов будет круглосуточно патрулировать экипаж частного охранного предприятия «Оса Пермь», в состав которого включен сотрудник полиции. Кроме того, для обеспечения правопорядка усилена охрана с данных этой весной домов по улицам Строителей 10 и до Щеникова 1 на период заселения граждан. С наступлением солнечных теплых дней все больше горожан пересаживаются на велосипеды и электросамокаты. Но не каждый знает элементарные правила управления двухколесным транспортом. Это ведет к увеличению числа ДТП с такими участниками дорожного движения. Одно из таких случилось на днях. И теперь автоинспекторы ищут очевидцев этого происшествия. С наступлением солнечных теплых дней все больше горожан пересаживаются на велосипеды и самокаты. Но не каждый знает элементарные правила управления двухколесным транспортом. А это ведет к увеличению числа ДТП с такими участниками дорожного движения. Одно из таких случилось на днях, и теперь автоинспекторы ищут очевидцев этого происшествия. 7 мая в 9.26 утра в поселке Зырянка города Березники произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «УАЗ Патриот» и электросамоката. В настоящее время проводится проверка по данному факту ДТП, так как водитель электросамоката получил травмы. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают очевидцев. Сегодня все больше горожан предпочитают электросамокаты, но не каждый задумывается о том, что и для водителей такого транспорта есть правила. Лицо, управляющее электросамокатом, мощность двигателя которого не превышает 0,25 кВт и конструктивная скорость которых не более 50 км в час, данные лица приравниваются к пешеходам. То есть они должны руководствоваться правилами дорожного движения для пешеходов. Если мощность электросамоката превышает 250 ватт, то на таком транспортном средстве нужно ездить уже по проезжей части с водительским удостоверением категории «М» и обязательно в шлеме. Сегодня мы пообщались с сотрудником проката электросамокатов. И что мы узнали, это то, что о безопасности своих клиентов они думают в первую очередь. Мы за то, чтобы все были живы, здоровы и не травмировались, поэтому ограничиваем мощность. Что вы своим клиентам объясняете относительно правил вождения, чтобы это и травм не совершалось, и ДТП, чтобы они не попадали? Ну да. В первую очередь по дорогам мы не ездим. Ездим по тротуарам. Надо всегда следить за тем, что происходит впереди и планировать свою траекторию движения. При больших скоплениях людей, если мы видим, мы тормозим, скорость снижаем. Через дорогу переходим по пешеходным переходам только в руках. Не пренебрегайте правилами использования электросамокатов. Они позволят вам сохранить жизнь и здоровье ваше и окружающих. Электросамокат – штука достаточно резвая. Действительно, управлять ею лучше уже в сознательном возрасте. Ну и, конечно, не забывайте о правилах дорожного движения, а также о пешеходах, которые могут попасться на пути. Всегда следите за дорожной обстановкой, чтобы не попасть в дорожно-транспортные происшествия. Андрей Фадеев, Степан Некрасов. Новости Верхнекамье. Лето – это не только палящее солнце, активные выходные и шашлыки. Жаркое время года таит в себе и опасности. Краевая больница имени Вагнера напоминает о мерах предосторожности в лесу. Сейчас идет пик активности клещей и ядовитых змей. Врачи напоминают, что в лесу не стоит расслабляться. Лучше надевать закрытую светлую одежду, пользоваться репеллентами, а после осматривать себя и питомца на наличие клещей. Кровопийцы любят лиственные леса, свежую траву и тень. Эпидемиологи предсказывают высокую активность клещей в этом году и рост количества укусов. Поэтому лучше быть бдительными и поставить прививку против клещевого энцефалита. В данный момент с 15 апреля, то есть с первого укуса, по 12 мая 160 человек обратилось в травмпункт, чтобы снять клеща. Если клещ является переносчиком инфекционных болезней, таких как клещевой энцефалит, боррелиоз, то очень опасно, то есть эти заболевания ведут к летальному исходу или к инвалидности. Поэтому не стоит вытаскивать клеща самому, а лучше извлечь кровопийцу в травмпункте. Потом сдать его на анализ в лабораторию, которая открылась при краевой больнице. В больницу нужно обратиться и при укусе змеи, ведь сейчас пик активности гадюк. Очевидцы уже не раз видели присмыкающихся в пригороде, поэтому будьте внимательны во время отдыха на природе. В воскресенье 16 мая весь мир будет чтить память жертв СПИДа. Цель этого дня – информировать общество о механизмах передачи ВИЧ и способах защиты от инфекции. Согласно статистике, на территории России проживают более миллионы ВИЧ-инфицированных. И это только официальные данные. Вирус иммунодефицита есть во всех странах, в том числе и у нас в городе. По данным Центра СПИД, в Березняках и Усоли на сегодня выявлено 4611 ВИЧ-инфицированных с первого случая. Из них скончались 1100 человек. 81 случай зарегистрировали уже в этом году, а это по 20 человек в месяц. За этот же период умерли 7 человек. В основном это те пациенты, у которых СПИД диагностировали посмертно или выявили на поздней стадии. Поэтому врачи призывают заботиться о своем здоровье и проходить обследование. Достижения медицины настолько высоки, что с данным диагнозом люди могут не просто жить, а могут жить долго и качественно. Но для того, чтобы у человека появилась такая возможность, необходимо своевременно выявить данный диагноз. Пациент находится под наблюдением на дистанционном учете в нашем центре. И при необходимости, когда назначит врач, пациент начинает принимать терапию, благодаря которой есть возможность долго жить. Это во-первых. Во-вторых, иметь здоровых детей. Вирус иммунодефицита передается половым путем – через кровь, инъекции и от матери к ребенку. В этих случаях нужно быть предельно внимательными, предохраняться и следить за здоровьем. Лучше просто пройти обследование, ведь если вы пришли в центр, это значит, что вы заботитесь о своем здоровье. Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями располагается в поликлинике Краевой больницы имени Вагнера на втором этаже. Записаться можно в 231 кабинете или по телефону. Как повысить производительность труда на предприятии? Об этом наверняка постоянно думает каждый руководитель. Эту тему накануне обсуждали и в Перми во время системного часа с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Подробности у наших коллег из телекомпании «Ветта». В рамках национального проекта производительность труда реализуются два региональных проекта. Обсуждение реализации нацпроекта и инициированного президентом России Владимиром Путиным – основная тема во время системного часа губернатора Пермского края. При Камье – один из лидеров в повышении производительности труда на предприятиях. Во многом регион стал таким пилотным и базовым, и на опыте Пермского края как раз-таки создавался национальный проект и принцип его реализации. Сейчас вовлечены порядка 90 предприятий, еще, как нам известно, порядка 20 предприятий входят в контуры. Мы стараемся их вовлечь в процесс реализации национального проекта. С 2018 года в реализацию нацпроекта вовлечено 92 предприятия Пермского края. Среди них обрабатывающие производство строители, аграрии и другие компании региона. Сотрудники предприятий обучаются принципам бережливого производства. Проект позволяет осуществить цифровую трансформацию предприятий. Более 50% валов регионального продукта приходится на промышленность. И от того, как развивается промышленность, зависит собственно и благосостояние бюджета края, и благосостояние населения. За 2019-2020 годы в рамках проекта обучены более 7000 работников предприятий. Вместе с ростом компетенций специалистов выросли объемы производства и заработная оплата. Один из примеров – маслозавод «Нытвинский» – крупнейший комбинат молочной переработки Пермского края. Здесь перерабатывают более 500 тонн молока ежедневно. Проект предприятия, направленный на оптимизацию процесса производства творога и творожных продуктов, позволил выйти на новый уровень. Нам, например, дали грузчика. Девочки теперь у нас не делают тяжелую работу. Они не таскают ящики с творогом, они не бегут за чистыми ящиками, они стоят, фасуют. У нас производительность повысилась, у нас увеличились заявки, и мы все это успеваем. Рядовые сотрудники маслозавода заметили изменения к лучшему, которые в их жизни наступили уже здесь и сейчас. За счет биржелевого производства мы увеличили объем выработки творога на 38%, скорость протекания процесса мы сократили на 14%. В одной бригаде было 4 человека, сейчас снизили до 3. Сейчас эти 3 человека могут обеспечить нам выработку и производительность одного палета. Раньше это занимало 40 минут, сейчас они делают это за 25 минут. Систему планируют внедрить и на других участках. Сейчас на предприятии трудится более 600 человек. С ростом объемов и расширением ассортимента на маслозаводе создадут новые рабочие места. Роман Четин, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Как заявить свою команду на «Чистые игры-2021» и какие дела березняковцы откладывают на потом? Об этом и не только мы расскажем после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Зачем на гору полют установили видеокамеру и где в Пермском крае откроется приют для медведей? Об этом и не только мы расскажем в рубрике «Новости коротко». Российские инженеры создали специальный дрон, который с воздуха обнаруживает и размечает на снимках борщевик Сосновского. Точность определения ядовитого растения составила 96%. Чтобы беспилотник мог распознавать опасный сорняк, инженеры из Колковского института науки и технологий разработали специальный алгоритм на основе нейронных сетей. Сейчас для обнаружения борщевика приходится либо обходить поля, либо использовать спутники. Последние дают недостаточно высокое разрешение для выявления единичных растений. Правда, когда разработку направят в российские регионы, сколковские инженеры не сообщили. Ну что ж, будем ждать. В выходные в Пермском крае ожидается жаркая погода до плюс 32 градусов. Как рассказали в ГИС-центре Паганеву, в ближайшие дни добавится адвекция тропического воздуха из Прикаспия. Днем ожидается сильная жара до плюс 31 градуса по югу. На севере воздух прогреется до плюс 27, вероятны грозы. Ожидается, что самым жарким днем станет воскресенье с 16 мая. В южных районах Прикамье столбики термометров достигнут плюс 32. На севере возможны грозы с сильным шквалистым ветром до 25 метров в секунду. По предварительным прогнозам, на следующей неделе будет кратковременное похолодание, которое продлится до 19 мая. Затем придет новая, более интенсивная волна жары. В целом, май может стать самым жарким в истории наблюдений. Такая погода крайне пожароопасна. И следующая новость очень кстати. Сотрудники Пермского лесопожарного центра установили на гору полюда в камень видеокамеру системы лесохранитель. Она создана для видеонаблюдения за лесными пожарами. Камера имеет угол обзора 360 градусов и разрешение 4К, что позволяет распознать даже небольшое задымление на расстоянии до 18 километров. Также у камеры есть еще одна функция, которая понравится туристам. В режиме онлайн они смогут наблюдать за реальной погодной ситуацией на полюде. А теперь добрые вести из поселка Ключи Сухсунского района. Там планируется построить единственный в России приют для медведей. Также это будет первый в крае центр защиты и реабилитации диких животных со смотровым кабинетом, карантинной зонной лабораторией и приемным кабинетом. Приют площадью в 72 гектара планируется открыть не раньше августа этого года. А пока туда поселили первых постояльцев. Эти медвежата брат и сестра находятся на временном содержании и воспитании. Их готовят для выпуска в дикую природу. Новости коротко подготовила Евгения Кашарова. А пока мы готовимся к предстоящим выходным, кто-то трудится в поте лица. Речь идет о технологах рыбака Камчатки, которые в данный момент коптят свежую партию рыбы. Сразу после того, как рыбка приготовилась, ее отправляют к нам в город. Отчасти в этом и секрет вкусных балыков от проверенного поставщика. На выбор покупателей копченые нерка, кижуч, палтус, кумжа, горбуша и чавыча. Есть и малосольное филе чавыча, а также свежемороженная продукция. Рыбак Камчатки приезжает в ДК имени Ленина 17 мая. В городе он пробудет неделю до 23 числа. Сотни городов, 24 страны мира. Это география экологического субботника «Чистые игры». Березняки не исключение. Уже на следующей неделе экологический десант высадится на первом пруду. Уже началась регистрация. Продолжит тему Сергей Калийник. Буквально за 5 минут мне удалось насобирать целый мешок с мусором. Но это лишь капля в море. А через неделю здесь пройдут чистые игры. Десятки человек на скорость будут собирать и сортировать мусор. Как показывает практика, за одну игру вывозится от 1 до 3 тонн мусора. Задача каждой команды не просто прибрать территорию за 2 часа, а набрать максимальное количество баллов. При этом рассортировать мусор по мешкам. Пластик, металл и стекло стоят больше баллов, чем смешанный мусор. На вес золота и необычные находки. Так называемые артефакты. Каждой команде будет дан шанс презентовать именно один артефакт. И от того, как они презентуют, какую историю придумают, будет зависеть количество баллов за этот конкурс. Команды сейчас активно регистрируются. Регистрация в этом году проходит в электронной гугл-форме. Она совершенно простая. Команды от 2 до 4 человек. Нам для регистрации достаточно фамилий и имени и контактного телефона капитана команды. Всех ждем, всех приглашаем. Чистые игры с 2018 года проходят под патронажем отдела по делам молодежи. В предыдущих играх от мусора очищали Чеховский парк, реку Быгелька, Огурдинский бор, Зырянку. А придумали чистые игры в Станкт-Петербурге 7 лет назад. За это время к движению присоединились 24 страны. Было собрано более 1600 тонн мусора. Всех желающих сделать город чище ждут 22 мая в 11 часов на Первом пруду. Регистрация обязательно. Подробная информация в группе молодежного культурно-досугового центра. Лучшие будут награждены призами. Сергей Коленик, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникаме. Привычку откладывать в долгий ящик важные дела признает за собой каждый третий опрошенный человек. Но ленивым себя считает только каждый пятый. Такие данные обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. А что березняковцы откладывают на потом, с этим вопросом мы вышли на улицы города. Стирку. Готовку могу откложить. Маленький ребенок появился в семье. Поэтому, да, поэтому как-то все уделяется в первую очередь ребенку. На потом. У меня все сразу. На потом ничего не складываю. Скорее всего домашние. Домашние опыты, да? Да. Какие больше всего там? Что больше всего вам лень-то делается? Готовка. Готовка? Ну, да. Никакие. Все в процессе. Оно само собой. Время не бесконечно, а само собой пятикет. Что бывает? Вот прям лень-лень вам делать. Вот неохота. Очень рано утром вставать. Очень рано утром вставать на работу. Вам рано на работу? Ну, я по сменам работаю. Бывают и утрешние смены. Очень лень. Иногда бывает все лень делать, а иногда и горы кучиться. Очень здорово. Так и есть. Все зависит от внешнего настроения, внутреннего мира. И, конечно, отбор. Утром вставать мне лень бывает. Да? Что, очень рано надо? Да, очень рано надо. И мне очень лень. Самое важное, как всегда, получается, учеба. Надо сделать. Мы будем неделю это делать. Последние три часа мы всю ночь не спим и делаем курсовую, диплом. Как всегда. Вся учеба у нас в этом. Все, быстрее, быстрее, быстрее. Да? Думаете, так лучше? Ну, я такой человек. Еще работаю 71 год, так что все. Ух ты. Кручусь как. Еще на море собралась. Ух ты. Обязательно. Здорово. Если вы нервнодушны к жизни березняков, то снимайте на видео городские проблемы или интересные события и становитесь участником нашей акции «Мобильный репортер». Победитель рубрики «Мобильный репортер» получает сертификат в ресторан. Свою новость вы можете отправить нам на почту tnt.news.ru или в личные сообщения нашей группы ВКонтакте. Перед выходом из дома зарядите телефон, ведь часто лучшие кадры делают с помощью смартфонов, а не профессиональных видеокамер. Наш выпуск подошел к концу. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго. Будьте здоровы. Ведет большой ассортимент дальневосточных морепродуктов. Попробуйте, вам точно понравится. В предстоящие два дня на территории Верхниками синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду. В предстоящие два дня на территории Верхниками синоптики прогнозируют жаркую и сухую погоду. 15 мая в Александровске плюс 25, в Кизеле и Соликамске плюс 24, в Березняках в субботу температура воздуха ночью плюс 14, в дневные часы плюс 24 градуса. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер западный 4 метра в секунду. На следующий день 16 мая еще жарче, в среднем столбики термометров поднимутся на 5 градусов. В ночь субботы на воскресенье ожидается гроза с небольшими дождями. В Александровске и Кизеле плюс 28, в Соликамске плюс 27, в Березняках в воскресенье температура воздуха ночью плюс 15, днем плюс 27 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 5 метров в секунду. 15 и 16 мая солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Что ты рисуешь? Двери дома. Правильно, дом начинается с дверей, а наш с дверей Аргус. Сейф Двери Аргус. Высший класс по шумоизоляции и прочности. Взломостойкие замки. Тихо и безопасно в вашем доме. Двери Аргус. Только в салонах Кудесник. Дальневосточные морепродукты. Чивыча, кижуч, красная икра. От компании «Рыбак Камчатки». С 17 по 23 мая. ДК Ленина. Улица Ленина, 50. Редактор субтитров А.Семкин